МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. ДТП в Левашинском районе. В результате аварии возитель и его пассажиры скончались на месте. В ярмарках учебных мест у выпускников появилась возможность изнутри ознакомиться с вузами, в которых они будут учиться. Все важные события жизни каждого человека регистрируются и хранятся именно здесь. Сегодня по всей России свой профессиональный праздник отмечают работники органов ЗАГСа. Два человека погибли в результате ДТП в Левашинском районе. ЧП произошло сегодня ночью на автодороге Леваши-Акуша. Водитель не справился с управлением легкового автомобиля и въехал в припаркованный на обочине КАМАЗ. Владелец авто и его пассажир от полученных травм скончались на месте. А в Кизельуртовском районе в результате отравления газом погибла девочка. Трагедия произошла в частном доме села Стальское. Девочке было 13 лет. Причину происшествия устанавливают специалисты газовой службы. Дагестан завершил реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году в республике отремонтировано 72 километра автомобильных дорог. Всего в рамках НАСПроекта были выполнены работы на 1,5 миллиарда рублей на 110 точках, включая объекты уличнодорожной сети Махачкалинской городской агломерации, две пригородные дороги и одна трасса регионального значения. Так, объем выполненных работ и кассовое исполнение по НАСПроекту на сегодня составили 100%. А в 2020 году планируется отремонтировать еще 90 километров уличнодорожной сети и автодорог. Ярмарка учебных мест проходит в Махачкале. Мероприятие проводится ежегодно. Его цель – поддержать молодых людей в процессе выбора профессии. У выпускников появится возможность ближе познакомиться с учебным заведением, в стенах которого они, возможно, в скором времени будут учиться. Ежегодно в акции принимают участие более 20 тысяч учащихся. Все подробности у Патима Тханабовой. Художники, инженеры, музыканты и педагоги. Здесь сегодня на одной площадке представлен широкий спектр профессий, и каждую из них показывают наглядно. На площадке Национальной библиотеки развернуты мини-лагеря, представленных в мероприятии учебных заведений. Старшеклассники могли попробовать себя в своей потенциально будущей профессии. Ярмарка учебных мест, она организована для наших юных горожан при выборе профессии, то есть для того, чтобы помочь им сделать первый шаг в их жизненном пути. Одной из увлекательных для выпускников стала программа, представленная техническим колледжем. Здесь на основе учебных макетов рассказывали о том, какой закон физики лежит в основе того или иного изобретения. Показывали, как собирать определенные приборы и даже ставили занимательные опыты. Мы представили максимально возможное количество учебных макетов, демонстрирующих те специальности, связанных с теми специальностями, по которым мы готовим. В частности, мы представили макет вышки нефтяной, потом электрический макет, точечную сварку, оптоволоконную сварку, что должна сказать, это, можно сказать, на пике последних технологий, оптоволоконная сварка, а также катушку Тесла. В Махачкале ярмарка учебных мест проходит ежегодно. Тут, как правило, принимают участие практически все ведущие учебные заведения республики. Приглашаются выпускники со всех школ столицы. Эффективность таких мероприятий достаточно высокая. Почему? Потому что многие просто не знают, что находятся, какие направления, куда поступать. Поэтому, когда сегодня все выпускники школ в будущее приходят сюда, они, естественно, видят это все, смотрят, сопоставляют, анализируют, и какой-то выбор, естественно, осознанно уже делают. Выпускник 2020 проходит в рамках месячника профориентации учащихся школ. Полоярмарка является традиционной и проводится с 2000 года. Ватимат Ханапова, Муза Салгиреев, Новости ННТ, Махачкала. Сегодня по всей России свой профессиональный праздник отмечают работники органов ЗАГСа. В этом учреждении вся человеческая жизнь предстает самыми значимыми событиями. Сотрудники имеют прямое отношение абсолютно к каждому человеку, от мала до велика. В каждом городе отмечают по-своему этот праздник, но о том, как отметили его работники Махачкалинского ЗАГСа, расскажет Алина Багилова. Свою бриллиантовую свадьбу семья Шахпановых празднует в кругу большой семьи. Шутка ли прожить душа в душе 60 лет в заботе и любви. Пронести свои чувства через года воспитать шесть детей, дождаться пять внуков и даже пятерых правнуков. Это родители нас, как в Дагестане положено. Женихов много были, а выбрала я Казбек Тагиревич. Серьезно, она не ошиблась, я. И вот так благополучно все, детей, и все воспитали вместе, и все смотрела, что другие говорят, не слушают. Я свое дело делала и воспитала детей. И все так, я им желаю, сплетники не слушать и дальше жить. Надо прожить так, чтобы не было мучительно вольное, за веселье прожитые годы. Чтобы каждый имел возможность в своей жизни притворить себя, показать другим пример, как надо продолжить дальнейшую судьбу и укрепить семейные устои. Родные и близкие собрались за одним столом, чтобы поздравить их с бриллиантовой свадьбой. Хотим, чтобы они еще долго-долго оставались с нами рядом, чтобы радоваться успехам нашим успехам, успехам наших детей, успехам наших внуков. Я бусинка отличная и очень симпатичная. Пришли поздравить юбиляров с их супружеской жизнью и работники ЗАГСа. 60 лет – это целая жизнь, прожитая вместе, отмечают пришедшие гости. Мы решили самым важным для нас приехать в семью, которая своим примером показывает образец отношений, чистых, уважительных, которые пронесли все свои любовь, уважение друг к другу. Через долгие 60 лет, в 1959 году, юридически зарегистрировали свой брак. И сегодня уже 60 лет, как они вместе растят детей, шестеро детей воспитали, дали им хорошее образование. Мы искренне рады поздравить вас и желаем, чтобы вы еще долгие годы радовали молодежь своим примером, своих детей, внуков, правнуков. Следуя их примеру и мудрым советам, дети научились преодолевать трудности, бережно сохраняя уже свой семейный очаг. Действительно, не помешало бы молодым поучиться мудрости совместной жизни у таких пар, воспользоваться советами наших героев и понять, как же сохранить семейную идиллию на долгие годы. Крепкая семья, еще раз я повторяю, это основа любого государства. Секреты долголетия семейной жизни Казбека и Патимат просты – взаимопонимание, отзывчивость, уважительные отношения. Они любят жизнь, радуются каждому новому дню. Требетно оберегая семейный очаг на протяжении 60 лет и надеются сохранить мир и согласие царящей в их доме и дальше. Алина Багилова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ Махачкала. Семьи дагестанцев заняли призовые места во Всероссийской олимпиаде по исламским дисциплинам и арабскому языку. Мероприятие проходило в Казани. Участие в ней приняли 60 лучших студентов исламских учебных заведений из разных регионов страны. Подробности узнал Хамзанур Магомедов. Шамилю Ахмедханову 21 год. Родом из Ботляхского района. Учится в дагестанском исламском университете на последнем, шестом курсе. На олимпиаду поехал проверить свои знания арабского языка. Тяга к его изучению у него появилась ещё в детстве. Я начал изучать арабский язык. Начал с морфологии. И это вызвало интерес к арабскому языку и к исламским наукам. И после школы я выбрал именно дагестанский исламский университет. К соревнованию Шамиль готовился три недели. Самым тяжёлым, признаётся, было написать сочинение. На выбор давали две темы. История становления родного вуза и пути изучения арабского языка. Жюри поставили дагестанцу самую высокую оценку. Во-первых, это, конечно, милость Всевышнего Аллаха. Это результат работы наших преподавателей. Олимпиада проводилась по трём номинациям. Основы ислама, исламское право и арабский язык. И во всех из них победителем или призёром становился представитель Дагестана. Нам удалось показать то, ради чего вложили усилия наши муалимы. И за это безграничное. На родине с ними встретился муфти республики шейх Ахмад Афанди. Он поздравил их с победой и озвучил надежду, что Дагестан в скором времени будет ассоциироваться не только с именитыми спортсменами, но и с выдающимися учёными. Я думаю, вот это то, что вы сейчас заняли, эти первые шаги, которые мы делаем в этом направлении, и, надеюсь, нам долго не придётся ждать. В скором времени, иншаллах, по всему миру, сейчас мы в России принимаем участие, а в последующем, иншаллах, в других странах тоже будем принимать участие. По окончании учёбы ребята намерены поступить в аспирантуру и продолжить углубленное изучение арабского языка и исламских наук. Хамза Нурмагамидов, Нурмагамид Магамидов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. И о спорте. Всероссийский новогодний юношеский турнир состоялся в автомобильно-дорожном колледже. В рамках участия орденом за заслуги перед Республикой Дагестан глава Республики Владимир Васильев наградил известного боксёра, серебряного призёра Олимпийских игр 1988 года Нурмагамидов Шановазова. Кроме того, медали за заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан был удостоен мастер спорта международного класса Джамбулат Бижамов. Для развития бокса в Республике сегодня делается немало. Но думаю, что мы сделаем ещё больше. И сегодняшнее соревнование тому свидетельствует. Мы гордимся достижением дагестанских спортсменов на чемпионате мира по боксу. Две золотые медали у Слима Гаджи Макомедова и Зимфиры Макомеда Лиевой в очередной раз на столь престижном соревновании звучал гимн России во славу наших спортсменов. Это всё к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин